Сиарви неплохо известен в России во всех версиях, начиная с самой первой, так что вряд ли стоит углубляться в историю. Глядя на новый кроссовер, сразу понимаешь, что перед тобой плод осторожного эволюционного развития. Достоинства сохранили, недостатки по возможности устранили, новые электроники добавили. Есть, правда, одно спорное новшество, которое не всем понравится, но о нем немного позже. Сиарви как-то стеснялся пристать перед российскими покупателями. Хотя оснований к этому нет никаких, машина получилась симпатичная. Вот, например, светодиодные фары. Очень любопытно сделаны, причем стилистически они немножечко пересекаются со светотехникой премиального бренда Хонды, который называется Акура. Речь ни в коем случае не о копировании, скорее о такой перекличке. Что касается кузова, то автомобиль построен на очень сильно модернизированной платформе предыдущего поколения. Габариты изменились, в длину машина увеличилась на внушительные 6 сантиметров, причем колесная база, то есть расстояние между передней и задней осью, выросло на 3 сантиметра. Это говорит о том, что внутри должно было стать попросторнее. Прежде у Хонды CR-V был недостаточный дорожный просвет, во всяком случае по меркам класса, потому что 18 сантиметров для крупного кроссовера недостаточно. Теперь его заметно увеличили и от грунта до днища машины почти 21 сантиметр. И это уже достойный показатель. Фирменная черта модели CR-V, задняя светотехника. От поколения к поколению эти автомобили менялись очень сильно, но у них были некоторые общие решения, скажем так. Фонари размещали на задних стойках, точно так же сделанные в новом пятом поколении. Но, правда, добавилась еще горизонтальная секция, тем не менее. Однако, знаете, на мой взгляд, у этой машины есть другая, куда более важная родовая черта, которая как раз за пятой дверью и скрывается. Кстати говоря, она у нас оборудована электроприводом. Высоту подъема можно регулировать. Есть камера заднего вида, но расположена она, честно говоря, не самым лучшим образом, потому что быстро пачкается объектив. Итак, багажник. В данном случае дело не только в количестве литров. Которые здесь сумели насчитать. Им просто удобно пользоваться, и в нем можно перевозить грузы самой разной конфигурации. Если места почему-то не хватает, можно сложить задний ряд сидений, то очень легко делается. И они образуют практически ровный пол. В общем, с грузовыми возможностями, скажем так, у этого кроссовера полный порядок. Под капотом, казалось бы, никаких революционных изменений не случилось, потому что для машины предлагают два мотора, уже известные по предыдущей версии CR-V. Тот, что поменьше, 2 литра. Мощность его сейчас 150 лошадиных сил. У нас тот, что побольше, это 2,4 литра. 186 лошадиных сил, 244 ньютон-метра крутящего момента. В реальности все немножечко интереснее, потому что машины у нас в России продаются американской сборки. И, скажем, начальный двухлитровый мотор, он сначала с британского завода отправляется в США, там ее устанавливают на автомобиль, а потом автомобиль приезжает к нам. Вот что любопытно, в самой Америке двухлитровых атмосферных двигателей нет. Там функцию начального мотора выполняет полуторалитровый турбированный двигатель, который к нам решено не поставлять. А двухлитровая машина, она для России и для Европы. Но самое любопытное, что отныне вместо классического автомата на CR-V устанавливают вариатор. Понятно, что с этим типом трансмиссии нужно обращаться достаточно бережно в определенных обстоятельствах. Он не так дружит с бездорожьем, как классический автомат. Но в то же самое время, если понимать специфику вариатора, то такая трансмиссия может быть вполне долговечной. Ну а теперь, я думаю, надо прокатиться, посмотреть, как все это работает. По меркам класса салон автомобиля сделан достаточно добротно, но все-таки есть, знаете, следы американской, вероятно, беспечности по отношению к автомобильным интерьерам. На мой скромный взгляд, вот такие искусственные швы, выштамповки на пластике, которые имитируют настоящие нитки, это зрелище странное, дающее какой-то дешевизм. Потому что вот что-то подобное я видел только на совершенно копеечных китайских кроссовках, которые привозили в Россию в начале 90-х годов. Вот эти вставки имитируют дерево, и с первого взгляда понятно, что перед нами именно имитация. На мой, опять же, взгляд, салон автомобиля. Такие вещи не красят, но, вероятно, есть и другие мнения. Рычаг коробки передач установлен в таком приливе, что ли, который напоминает нам, что некогда в Сиар-Ви не было центрального тоннеля, и можно было пробраться с водительского сиденья на пассажирское. Очень легко и просто. Сейчас центральный тоннель, конечно же, есть, и на нем размещено множество ящичков, полочек. Подстаканники тут есть. Сразу две розетки на 12 вольт, два разъема USB на 1 ампер и на 1,5. Разъем HDMI тут у нас присутствует. Из прочих фирменных хондовских штучек отмечу кнопку Econ, которая пытается сделать машину более экономичной, но на практике превращает ее в еще более медленный автомобиль. И, кстати, на левом подрулевом переключателе у меня есть необычная кнопка. Если я ее нажму, на экран выведется изображение с камерой, которая располагается под правым зеркалом бокового обзора. Вот это уже действительно фирменная хондовская технология. Не сказать, чтобы эта находка радикально меняла жизнь водителя, но во многих правых поворотах камера удобнее зеркала. Это факт. Словно японцы учитывали российскую дорожную специфику с гонками по обочине и внезапными маневрами на черных, сильно подержанных, но некогда премиальных автомобилях. Электронное оснащение кроссовера, конечно же, стало богаче. И давайте-ка начнем с экранов. Один из них сейчас прямо передо мной. Он заменил собой обычную аналоговую приборную панель. В принципе, современное правильное решение. Самое необходимое для водителя данное – это скорость оборота двигателя выводится такими крупными символами. Их легко считывать, не отвлекаясь от дороги сильно. Мелким шрифтом представлена другая информация, не столь критично необходимая водителя в момент движения. К сожалению, нельзя выбрать один из нескольких дизайнов, но, с другой стороны, состав, скажем так, информации, которая выводится на дисплей, ее можно менять. Можно сделать так, чтобы машина рекомендовала водителю отдохнуть через определенные промежутки времени. Можно вывести данные о работе от мультимедийной системы или что-то еще. Второй экран. Вам его разглядеть сложнее, но мне его видно прекрасно. Это проекционный дисплей. Вообще, проекция на лобовое стекло несколько лучше, на мой взгляд, во всяком случае. Но здесь разработчики использовали вот такой щиток из прозрачного пластика. На него выводится скорость, подсказки, навигационные системы, еще кое-какая информация – тоже вещь удобная и современная. Ну и, наконец, третий экран – это мультимедийная система. CR-V получил новое головное устройство, которое работает на базе операционной системы Android. Здесь есть навигация, причем это навигация Garmin. Неплохая система, между прочим. Но вот что касается меню, оно здесь сделано такими сенсорными клавишами, которые, как всегда, хорошо выглядят, но найти их на ощупь практически нереально и пользоваться ими не слишком удобно. Это модно выглядит, и японцы все прекрасно понимают, потому что регулировка громкости сделана обычная, аналоговая. И это самое банальное, самое старомодное, но единственное по-настоящему эффективное решение. Вот такой парадокс. Новый CR-V как-то постоянно напоминает о том, что ощущение от вождения машины, ощущение от владения ею невозможно представить в виде ТТХ, в виде таблицы, заполненной цифрами. Потому что, скажем, разгон до сотен, делается не в количестве секунд, дело в ощущениях. Потому что, когда мы трогаемся с места, вот буквально нажав педаль в пол, вот честно говоря, к вариатору есть вопросы. Кажется, что это происходит медленно. 60 км в час, 70 по спидометру, 90, наконец-то 100. И вот под этот монотонный пылесосный гул ты ждешь, пока машина поедет быстро. Честно говоря, так себе ощущение. Да, в принципе, тут есть спортивный режим. Переходишь в него, и силовая установка постоянно поддерживает более высокие обороты. Машина охотнее, что ли, отзывается на газ. При желании можно воспользоваться подрулевыми лепестками, которые позволяют выбирать так называемые псевдопередачи, которых в нашем случае 7 штук. Вообще машину сложно назвать по-настоящему резкой, потому что, скажем, ускорение со 120 км в час и дальше происходит уже без огонька. В режиме драйв даже 70-80 взятие резко ускорится не так просто, потому что машина все-таки много думает. Нужно переходить в спортивный режим, а все это неудобно, и делать это будет не каждый. Даже стоповым двигателем CR-V нельзя назвать резвым, бойким, задорным, драйверским кроссовером. К сожалению, это так. Разгон до 100 км в час в нашем случае длится немногим более 10 секунд. А если и дальше держать педаль газа нажатой, CR-V разгонится до 190 км в час, во всяком случае, по данным производителя. Но проверять не хочется. Намного лучше, чем с динамикой, здесь обстоят дела с комфортом, потому что автомобили довольно тихо. Кроме того, подвеска. Она действительно сделана на совесть. Она умеет бороться с ямами и с кочками. Она умеет даже пролетать через лежачих полицейских на тех скоростях, на которых этого делать не нужно. На ней можно ездить по проселочным дорогам достаточно быстро, до 100 км в час развивать на грунтовках. Не каждый кроссовер способен на такие подвиги. Между прочим, задняя подвеска, многочажная, стала алюминиевой в новом поколении. Это позволило снизить неподрессоренные массы и отчасти улучшить управляемость, и отчасти сделать машину еще более комфортной. Так я прям расхвалил ее, но с другой стороны, когда вы на CR-V пройдете достаточно долго, вы можете поймать себя на странном ощущении, как будто очень часто что-то попадает под задние колеса. То звук камней, бьющихся в арке до вас долетает, то какие-то другие шумы. Как мне кажется, дело в том, что шумопоглощающих материалов на задней арке немножечко не хватило. Внедорожные возможности автомобиля, конечно, не запредельны. Все-таки это кроссовер. Скажем, здесь нет кнопки, которая могла бы принудительно заблокировать муфту. Нет никакого другого инструментария для езды за пределами асфальтированных трасс. Но, с другой стороны, и преуменьшать возможности CR-V тоже не стоит. Во-первых, все-таки дорожный просвет почти 21 сантиметр. А во-вторых, электроника тоже может вам помочь при езде по бездорожью. Кстати говоря, привод задних колес через муфту, как почти на всех кроссоверах мира, но в новом поколении чуть-чуть изменилось управление этой самой муфтой, потому что насосы уступили место электромагнитным клапанам. Разбитые грунтовки и относительно глубокие лужи – это самые суровые препятствия, на преодоление которых стоит бросать кроссовер. Со всем этим CR-V справится, равно как и с другими бытовыми задачами, для решения которых может понадобиться такая машина. Как проявит себя вариатор, покажет время, зато сохранившаяся линейка моторов дает основание надеяться, что реноме одного из самых надежных, беспроблемных и долговечных автомобилей в классе перейдет по наследству от прошлого поколения к нынешнему. CR-V пятого поколения предлагают у нас в четырех комплектациях. Самая доступная зовется «Элеганс», она продается только исключительно с начальным двухлитровым мотором, в ней нет электропривода пятой двери, камеры заднего вида, полноценные мультимедийные системы, двухзонного климат-контроля, только однозонный, но вот все самое необходимое наличество, и роскоши не видать. Совершенно другое дело самая продвинутая версия, которая называется «Престиж». Там все наоборот, мотор может быть только топовой, 2,4 литра, как у нас. Там есть все, что в принципе может быть в «Хонде CR-V», но и цена почти 2 миллиона 400 тысяч рублей. К счастью, есть много промежуточных модификаций. Оправдает ли такой подход ожидания компании «Хонда» покажет время, а у меня на сегодня все. С вами была программа «Наши тесты». Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok